добрый день дорогие друзья меня зовут Кумар Мухаммедзянов я независимый финансовый советник я инвестирую на фондовом рынке уже с 2005 года и более 9 лет помогаю людям создавать семейный капитал на фондовом рынке сегодня я бы хотел с вами поговорить о том какие инструменты на фондовом рынке являются дозволенные с точки зрения шариата халяльными так называемые многие называют этичными да на западе в америке в европе не совсем любят слова халяль потому что этичными инвестициями интересуется не только мусульмане огромные средства накапливаются в различных фондах которые обозначаются символом этичные к сожалению мы пока не можем похвалиться в российской федерации что у нас эта тема сильно развивается но собственно говоря и вообще тема инвестиций развивается слабо как я уже много раз говорил что на фондовом рынке вообще на российском фондовом рынке инвестирует менее 1 1 процента населения от всего населения в стране например счетов открыто примерно полтора миллиона это как раз один процент но активными из них можно считать наверное менее половины поэтому я и говорю что в менее половины менее 1 процента а фактически менее 0 5 процентов населения российской федерации инвестирует на фондовом рынке что уж говорить про этичные то есть халяль инвестиции я сам будучи мусульманином очень плотно пристально за этим слежу обращаю на это внимание участвую в различных конференциях по всему миру можно сказать так последние вот конференция которая была в казани россия исламский мир показала мне опять же то что особо этому не уделяет внимание да там развивается сектор у нас халяльные продукции халяльного питания очень много было представлено из фэшн то есть из сектора моды одежда но халяль финансы они опять у нас как бы пролетели мимо нашей страны так скажем я не знаю многие говорят что ввиду того что законодательство не позволяет развиваться халяль банком халяль инвестициям одни говорят так другие говорят что это дело не в законодательстве собственно говоря я уже не могу знать что там творится у нас в правительстве какие у них планы но в мире в мире очень сильно очень бурно развивается именно этичные именно халяльные инвестиции могу сказать что в америке работает уже по моему с 1994 года взаимный фонд взаимный фонд amana grow он является на сегодняшний день самым крупным насколько я знаю его объем средств под управлениями составляет более 2 более 2 миллиардов миллиардов долларов но к сожалению он доступен только жителям сша у кого есть как бы такое звание считаться жителям сша хотя бы social security number то есть номер налогоплательщика поэтому мы нам он недоступен еще 3-4 фонда я говорю про ликвидные про неликвидные даже не говорю про ликвидные 3-4 фонда торгуются в лондоне которые доступны гражданам российской федерации если они откроют счет у американского брокера или у любого другого международного брокера у российского брокера к сожалению доступа к таким инструментом нет и вот буквально недавно в июле по моему в июле до компания уахат о которой тоже нередко упоминаю запустила 1 американский исламский т.ф. этичный т.ф. который себе содержит огромное количество 222 акции в этом фонде и вот он успешно начал запустился и начала работать можно инвестировать но тоже опять же не через российского брокера на сегодняшний день в россии к сожалению вот в такой вот упакованной форме в виде фонда этичного халяльного фонда у нас к сожалению пока нет будем надеяться что в скором времени какой-то вариант будет до 2008 года наверняка вы слышали что работал бкс фонд халяль и он содержал в себе несколько компаний которые отвечали требованиям по шариату и даже какие-то инвестиции были сделаны в этот фонд но к сожалению там после 2008 года он прекратил свое существование и наверное даже не из-за того что был кризис а из-за того что был очень слабый спрос ввиду этого фонд прекратил существование свое сегодня рынок абсолютно пустой я писал и в компания финнекс которая является лидером среди и тф фондов на московской бирже они мне ответили что проработают данный вопрос но к сожалению пока но уже вот год прошел все прорабатывают я сомневаюсь что они в скором времени это сделают есть намерение у управлять компания акбарс капитал запустить по его инвестиционный фонд халяль акций как российских так и заурбежных они как раз на казань саммите об этом заявляли ждем надеемся что это произойдет какие-то конечно движение есть компания унистрой запускает там рассрочку по шариату опять же компания акбарс банка запускает вроде бы халяль рассрочку на покупку жилья какие-то движения есть компания амаль у нас прекрасно работает привлекать инвестиции у населения и перенаправлять эти деньги в бизнесы местных производителей в основном мусульман рынок потихонечку как-то развивается но вот именно сектор фондового рынка конечно у нас пока отстает что остается делать простому российскому инвестору такому как я такому как вы первый вариант самый наверное как бы очевидный это открыть брокерский счет у российского брокера и начать покупать отдельные цены бумаги таким образом потихонечку формируя себе фонд свой собственный фонд какие есть плюсы в этом варианте в этом варианте плюсы очевидны то что брокер российский российское законодательство разговаривает на русском вы можете пойти в офис поговорить с менеджерами еще из плюсов то что не нужно платить управляющей компании за управление фондом но тут палка двух концах скорее всего даже я даже если мы вместе соберемся даже нами аналитиков мы не сможем обойти по доходности фонд который взвешен так сказать по капитализации обычно индексные фонды фонды которые привязаны к какому-либо индексу они взвешены по капитализации и их очень сложно обойти по доходности поэтому сколько бы вы не набирали акции то максимум что вы сможете добиться это доходности рыночной этого индекса но при этом вы потратите очень много времени и денег на комиссию на каждую транзакцию нужно будет платить деньги брокеру поэтому вариант конечно такой он есть он достоин внимания и его можно использовать но здесь нужно оговориться то что пожалуйста будьте внимательны не нужно набирать слишком много акций ну скажем так пять десять акций для начала будет достаточно для того чтобы у вас был вполне диверсифицированный портфель вот будем ждать выхода на рынок паевых фондов может быть это будет акбарс капитал может быть это будет другая управляющая компания или брокер надеемся что это будет скорее всего комиссии конечно будут несравнимы с американскими или европейскими скажем так у нас в среднем по рынку огромная комиссия я недавно анализировал фонд петр столыпин простой фонд акции он не халяль а просто общий файл фонд акций там у него получилось почти пять с половиной процентов в год они имеют право забрать от общего числа активов второй вариант это открыть открыть брокерский счет за рубежом любому грязанина российской федерации позволено открывать счета за рубежом как банковские так и брокерские открывайте счет за рубежом например в компании интерактив брокерс или в другого другого брокера который открывает счета россиянам и людям из снг и покупайте спокойно все что я перечислил в начале это может может быть фонды которые торгуются в лондоне это может быть и тф от компании уахат и спокойненько себе инвестируйте в том числе можете и отдельно акции приобретать естественно огромный выбор акций кстати компания интерактив брокерс недавно дает с недавнего времени дает доступ на московскую биржу и можно покупать российской акции но через интерактив брокерс имея счет там вот но собственно говоря наверное исчерпывается этим самым наши варианты с вами еще есть компания уахат это первый в мире исламские робо-эдвайзер но наверное о нем я поговорю в следующем видео друзья если у вас остались вопросы если вы хотите начать инвестировать пока не знаете как есть страхи сомнения непонятно непонятные вопросы во первых задавайте камин вопросов в комментариях я с удовольствием постараюсь на всех ответить из хочу сказать что у меня уже с июня месяца функционирует онлайн школа где я подробно разбираю все нюансы работы на фондовом рынке инвестирование на фондовом рынке и у нас ученики уже на четвертом уроке курс стоит из пяти уроков уже на четвертом уроке начинают инвестировать поэтому кому интересно пишите вопросы в комментариях с удовольствием отправлю программу и буду рад если вы начнете свои действия именно с образования с финансово образование пожалуйста если понравилось мое видео ставьте лайки делитесь с друзьями родственниками знакомыми давайте сделаем так чтобы больше людей стали финансово независимыми всего доброго друзья жду ваших вопросов